МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В эфире время новостей, в студии Ольга Цымбарович. Наши корреспонденты следят за развитием событий в регионе областной столицы. И вот о чем расскажем в сегодняшнем выпуске. Специалисты Волгоградского осетрового завода приступили к забору икры у рыб-производителей. Скоро каникулы. Как готовиться к старту сезона отдыха в детском оздоровительном лагере «Орленок»? Мы обучаем вожаток, что делать, как делать правильно. Навести порядок на улицах и запечатлеть красоту и чистоту природы. Мы делаем это в первую очередь для людей и также для себя, чтобы улицы освоились чистыми. Юные художники Волгограда приняли участие в арт-субботнике «Тебе и мне нужна земля». Всегда готов. Сто лет назад была образована Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Чтить историю и помнить о подвигах предков. Сегодня депутаты парламентов Волгоградской области и Санкт-Петербурга обменялись капсулами с землей из священных мест нашей страны – Пискаревского мемориального кладбища и Мамаева кургана. Торжественная церемония прошла в триумфальном зале музея панорамы «Сталинградская битва». В зале депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, участники автопробега «Дорогами Победы». Волгоградский парламентарий, представители ветеранских организаций, молодежных объединений, фронтовик, участник Великой Отечественной войны Виктор Федорович Шестель. Ленинград и Сталинград – это попротивы города. Судьба Сталинграда также решалась, как и судьба Ленинграда. Но Ленинград выстает и Сталинград выстает. Участники автопробега привезли в город на Волге капсулу с землей с Пискаревского мемориального кладбища, где в братских могилах покоятся тысячи жителей Ленинграда, погибших в годы войны, бойцы, защищавшие город-герой. Волгоградцы подготовили капсулу с землей с Мамаева кургана для передачи хранителям Пискаревского мемориала. Председатель Волгоградской областной думы Александр Бложкин поблагодарил гостей из Санкт-Петербурга за организованную патриотическую акцию и выразил уверенность, что в будущем она станет доброй традицией. Это те добрые традиции, которые мы должны беречь, должны передавать нашему молодому поколению. Это сохранение исторической памяти. Особенно сегодня это важно. Сегодня, когда ваш жизнь вновь возрождается, он вновь пускает в свои корни рядом с нашими границами. И сегодня наши ребята, как их деды и прадеды, защищают интересы нашей Родины. Автопробег «Дорогами Победы» стартовал из Санкт-Петербурга 10 мая. Памятная акция посвящена нескольким событиям. 70-летию Великой Победы, 80-летию Сталинградской битвы и поддержке специальной военной операции на Украине. Автопробег проходит по территории 12 регионов страны. Сегодня утром парламентарии встретились с губернатором Волгоградской области. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поблагодарил главу региона Андрея Бочарова из Питера Волгоградской областной думы Александра Бложкина за поддержку акции. И для нас очень важно сохранить эту память, память наших предков, память главного народа победителя. И мне очень приятно, что поддержали нашу акцию. И сегодня мы, когда встречались с губернатором, обсуждали много новых идей, которые родились у нас, которые, какие-то идеи нужно возродить, которые были и в Советском Союзе. В торжественной обстановке главы двух ЗАГСобраний обменялись капсулами с землей из священных для всех россиян мест. Патриотическая акция послужит укреплению духовных, культурных и экономических связей между городами-героями, сыгравшими знаковую роль в истории Отечества. Это будет для нас некой отчетной точкой. Эти связи должны стать постоянными. Они должны иметь определенный смысл, логику и подчинены одной цели. Цель на вас это благосостояние, процветание нашей оси. Из Волгограда участники автопробега «Дорогами Победы» отправятся в Липецк. Завершится акция 16 мая. Ирина Абрамова, Андрей Кирсанов. Время новостей. С начала 2022-го крылатая скорая помощь региона вертолет «Ансад» доставил в ведущие медучреждения 100 пациентов из отдаленных уголков Волгоградской области. Специалисты облздрава рассказали, с какими диагнозами и откуда чаще всего поступали больные. Чаще всего летающая скорая доставляла пациентов в региональные сосудистые центры Волгограда и Волжского. 58 человек с острым коронарным синдромом и инсультами доставили в период «Золотого часа». Еще одна категория пациентов, доставляемых санитарной авиацией, пострадавшие в ДТП. Для их лечения в областной столице привлекают нейрохирургов, травматологов, челюстно-лицевых хирургов и врачей других специальностей. С начала 2022 года медучреждения Волгограда вертолетом «Ансад» доставили 18 детей, в том числе один ребенок до года. Чаще всего крылатая скорая вылетала в Камышин 25 раз. За почти 5 лет работы «Ансад» эвакуировал почти полторы тысячи человек. По инициативе губернатора Андрея Бочарова, Волгоградская область стала одной из первых в России, где возродили авиационную скорую помощь. Коронавирус постепенно отступает, но по-прежнему опасен. Необходимо помнить о своем здоровье и своих близких, а также пройти ревакцинацию. Сделать прививку могут и взрослые, и дети. Тысяча доз препарата для иммунизации подростков от коронавирусной инфекции поступили в медицинские учреждения Волгоградской области. Вакцину «Спутник М» получили ЦРБ нескольких районов региона и детские поликлиники номер 1, 3, 16 Волгограда, а также детские отделения поликлиник номер 28 и 30. На сегодня 2,5 тысячи подростков в Волгоградской области привелись от коронавируса. Полностью завершили курс вакцинации почти 2 тысячи детей. В регион поступило уже 3 920 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков. Вакцина «Спутник М» предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Это облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник Ви». Иммунизация ребят в возрасте 12-15 лет проводится с письменного согласия родителей. Подростки старше 15 лет могут заполнить документ самостоятельно. В регионе продолжается вакцинация и взрослого населения. На сегодня более полутора миллиона жителей Волгоградской области вакцинировались от коронавирусной инфекции. Получить вакцину можно в любом из 70 прививочных пунктов на базе поликлиник. Иммунизацию населения проводят также 178 мобильных прививочных бригад и 10 подвижных прививочных пунктов. Их направляют в отдаленные населенные пункты региона. Задачу по формированию и поддержанию коллективного иммунитета на территории Волгоградской области поставил губернатор Андрей Бочаров. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 151 жителей региона. Из них 29 – дети. Об этом сообщает оперативный штаб. В Волгограде 67 новых случаев, в Волжском – 21. Ситуация в муниципальных районах области на ваших экранах. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 2 человека. Смогли победить инфекцию 177 пациентов. И к другим темам. Летние каникулы – это прекрасная пора, которую с нетерпением ждет каждый ребенок. Среди самых популярных и доступных вариантов детского отдыха – загородные лагеря. Одним из популярных оздоровительных центров Волгоградской области является «Орленок», куда уже 30 мая направятся участники первой смены. Как готовятся встречать юных волгоградцев, узнал Илья Власенко. Первая летняя смена в лагере «Орленок» – самая комфортная. Погода приятная, в июне еще не жарко, да и после школы дети адаптируются легче. Вожатые, в свою очередь, активны, полны сил и энергии. Мы обучаем вожатых, что делать, как делать правильно, потому что мы должны быть информационно открыты, мы должны снять барьеры. Это прежде всего посредством вожатого, что родители не волновались. Работать с детьми будут профессиональные вожатые, которые проходят подготовку в Волгоградском социально-педагогическом университете. С 2018 года ВУЗ является главным центром подготовки и формирования воспитательной среды. Они придут в свою практику, которая для них обязательно, уже к детям, в настоящие коллективы. И они в значительной степени будут готовы к работе и с разными детьми, и со сложными ситуациями, и с тем, чтобы жизнь детскую в этот летний период сделать ярче. Инфраструктура «Орленка» отвечает всем требованиям современных загородных лагерей. В 2021 году в двух спальных корпусах заменили крыши, в каждой комнате установили сплит-систему. На этажах обновили санузлы и душевые кабины. На территории созданы новые площадки для интерактивных уроков и занятий спортом. Кроме того, оздоровительный центр идет в ногу со временем и соблюдает все тренды образовательных программ. Это патриотическое воспитание, в сегодняшний день это очень важно. Вообще, тема воспитания на сегодняшний день очень актуальна, как в образовательном пространстве, так и, безусловно, в наших лагерях. В этом году одним из трендов является организация отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование здорового образа жизни для наших детей – это тренд, который очень актуален был и вчера, и позавчера, и сегодня. В этом году Центр для детей и молодежи «Орленок» стал площадкой для проведения инструктивных сборов вожатых со всего региона. Молодые наставники приняли участие в специальных тренингах, дискуссиях и мастер-классах. Повысить профессиональные навыки будущим педагогам помогли региональные и федеральные эксперты. Ребята набираются опыта. Они общаются с кураторами, которые уже прошли это, с опытными кураторами. Они посещают лекции, на которых изучают, как формируется коллектив, какие игры проводить детям. Они изучают то, как проводится организационный период в детском лагере, как проводится основной период, какие мероприятия проводить. Этим летом в сменах примут участие студенты образовательного лингвистического центра «Страна чудес», которые помогут детям преодолеть языковые барьеры. У нас, например, в смене есть день Only English, когда мы говорим с ребятами только на английском языке. Они могут к нам обращаться на русском, но отвечаем мы им на английском, и старшие отряды помогают младшим. Они переводят им, тренируются, следовательно, погружение в языковую среду. Сейчас будущие вожатые готовятся к встрече с детьми и с нетерпением ждут начала первой летней смены. Здесь настолько большая энергетика, люди все эмоциональны, хочется как-то себя проявлять. От этой смены мы ожидаем только всего самого наилучшего, к детям мы уже готовы. Хочется как-то попробовать себя, хочется познакомиться с ребятами, потому что все равно вожатый, учитель это по сути вожатый, и нужно знать, как себя вести тоже в таких условиях. Сейчас здесь старит самая зажигательная и теплая атмосфера. Сегодня это будущие вожатые, а уже завтра они встретят всех детей в Алгоганской области, чтобы с ними также радостно веселиться. В 2021 году в Орленке отдохнули более двух тысяч юных жителей региона. Прошлой весной лагерь посетили сотни ребят со всей области, а также больше 20 детей из Донецкой и Луганской народных республик. В этом году здравительный центр планирует принять около трех с половиной тысяч детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями здоровья. Илья Власенко, Анатолий Чернышев, Время новостей. Наряду с терминами «существительная», «задача» и «атом», совсем скоро школьникам Волгограда будет понятно и слово «миттельшпиль». Шахматам, той самой игре королей и военно-начальников, той, что столетиями воспитывает гениев, теперь будут обучать и в учебных заведениях. Сегодня педагогам города-герои вручили удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации в игре на 64 клетках. Подробности в следующем сюжете. Они воспитывают будущее России, виртуозно преподносят даже самый скучный урок и всегда стараются найти подход абсолютно к каждому ребенку. На плечах преподавателей огромная ответственность за качество подготовки молодого поколения. Совершенствоваться всегда и во всем необходимо каждому педагогу, и это им очень нравится. 59 учителей региона стали не только гуру математики русской литературы, но и профи шахматного искусства. Всегда любила шахматы, как бы с детства. То есть это, опять-таки, очередная возможность проявить себя в данном виде. Очень познавательные деятельности. Вроде все знаем, вроде все умеем, играть умеем. А вот когда начали обучаться, нам все-таки более конкретно объяснили, рассказали. Какие-то фишечки, какие-то нововведения. То есть то, что в принципе, ну не знаете как, в методичке не найдешь это. Под руководством участников международных турниров, а также опытных педагогов, которые успешно внедрили шахматы в свои образовательные учреждения, Учителя Волгоградской области прошли трехмесячный курс и овладели не только азами шахматного искусства. Они готовы прививать любовь к интеллектуальному виду спорта и маленьким непоседам. Мы сейчас открываем шахматный класс, мы получаем оборудование, мы работаем над информационным освещением этого мероприятия и хотим привлечь как можно больше детей в этот проект. Почему? Потому что очень здорово, когда в школе на перемене в свободное время дети заняты интеллектуальной деятельностью, дети работают в команде, дети развивают современные навыки и это очень нравится и педагогам, и родителям, и самим обучающимся. Каждой из 20 школ участниц проекта подарили демонстрационную доску, комплект из 10 шахмат, а также кубки, медали и грамоты, чтобы учителя могли провести соревнования от имени педагогического шахматного сообщества. Учителя получили корочки о прохождении обучения в Академии постдипломного образования, но на этом погружение в мир черно-белых баталий не заканчивается. Они получили и максимум практических советов. Как организовать, например, шахматный квест? Как можно сделать, поиграть, например, в шахматы, разобрать какую-то партию известного шахматиста? Как, например, решать задачки на скорость с ребятами? То есть использовать шахматы для того, чтобы завлечь ребят, заниматься ими в свое, скажем так, удовольствие и проводить досуг вместе. Шахматные кружки в школах появляются в рамках реализации грантового проекта «Шахматы всей семьей за одной игрой». Вовлечение детей, педагогов, их семей в игру в шахматы действительно решает несколько задач, скажем так. Это и пропаганда семейных ценностей, объединение семей за одной игрой. Это развитие детей как личности шахматы. Они учат мыслить, учат просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, что в дальнейшем, конечно же, во взрослой жизни им пригодится. Шахматам все возрасты покорны. Благодаря им можно стереть границы между поколениями и найти общие темы для общения. Скоро на телеканале МТВ выйдет программа «Шахматы всей семьей за одной игрой». Вы узнаете о секретах захватывающей игры на черно-белых клетках и как шахматы могут помочь детям в учебе, а взрослым в построении успешной карьеры. Лейла Джумалиева, Дмитрий Макаров. Время новостей. Взвитесь кострами синей ночи. В Волгоградском областном краеведческом музее открылась выставка «Страна пионерия», приуроченная к столетнему юбилею со дня образования Всесоюзной пионерской организации. Для волгоградцев и гостей города приготовили уникальные документы, фотографии, символы и атрибуты пионерии из фондовой коллекции музея, а также архивные материалы той эпохи. Выставку посетил наш корреспондент Матвей Шиповсков. 19 мая 1922 года. Дата, которая навсегда вписана в историю нашей страны. Именно тогда была образована Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. Ребята в красной галстуках до сих пор считаются символом ответственности, целеустремленности и чести, которые воспитывали в пионерах с детства. Ярким примером всех этих качеств стала Мария Чулкова, труженик тыла, ветеран комсомольского и пионерского движения Волгоградской области. Как признается сама Мария Егоровна, будущее любимой организации волнует ее даже больше, чем свое собственное. Есть пионеры в Паласовском, Яландском районе, по 4, по 5, по 6 школ в районе. Есть такие районы, где одна дружина. В городе Волгограде замечательная дружина, в городическом районе, в Светлоярском по одной там школе. Короче, разрозненно. Ну, будем думать, после столетия мы начнем вновь этот этап возрождения. Несмотря на то, что пионерского движения в привычном понимании сегодня уже нет, дело пионеров по-прежнему живо. Наши современники, юноши и девушки продолжают помогать людям и развивать свою великую родину. Активисты организации «Пионеры Волгоградской области» чтят клятву данную преступлений. Во всем равняются на своих предков и помнят, что пионер всегда готов. Ребята, конечно, изучают историю. Историю пионерской организации и историю своей родины. Они дрожат героическим прошлым. Мы стараемся, чтобы все наши дети, пионеры были патриотами. Для этого, конечно, много делается. Много проектов реализуем. Они знают историю Волгограда, Сталинграда и часто бывают на исторических местах. Пионеры-ветераны и юные последователи собрались в стенах Волгоградского областного краеведческого музея, чтобы отметить приближающийся юбилей 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Столько лет она существует, что в этой организации заложены такие основы воспитательной работы, которые сегодня приемлемы и используются всеми практически молодежными организациями и детскими, которые сегодня есть в России, которые сегодня есть в нашем городе. В преддверии памятной даты в Волгоградском областном краеведческом музее открылась экспозиция «Страна пионерия». На выставке представлены экспонаты, передающие дух той светлой эпохи – от архивных документов до культовой пионерской атрибутики – галстуков, горнов, значков и парадной пионерской формы. Свой вклад внесли и общественники из Союза комсомольских поколений и созвездия талантов, предоставив редкие экспонаты из частных коллекций. Я хочу сказать, это было в такой степени интересное время. Это пионерские костры, это пионерские лагеря, это всякие разные мероприятия в школе. И все это будет на нашей выставке. То есть начнется с Царицына, с Сталинградом, закончится с Волгоградом. В такой выставке, которая посвящена такой большой дате, целый век пионерской организации, через вот эти экспонаты можно будет окунуться в историю нашей пионерской организации, нашей родины 20 века. Выставка «Страна пионерия» – одно из первых мероприятий, приуроченных к юбилею пионерской организации. В этот же день на базе музея состоялась конференция, посвященная воспитательной работе с детьми. 17 мая волгоградцы и гости города смогут посетить премьеру спектакля «Мальчишки-бальчиш» по мотивам повести «Гайдара. Военная тайна». А 19 мая, в день рождения Всесоюзной пионерской организации, пройдет областной слет, на котором выступят представители современной пионерии и ветераны движения. Матвей Шиповсков, Андрей Кирсанов. Время новостей. Далее в нашем выпуске расскажем о том, как проводится забор икры для популяции осетровых пород. А сейчас краткий обзор самых читаемых публикаций МТВ.онлайн. Волгоградский 11-классник Тельман Вугар-Аглы Садыгов спас из горячей квартиры пожилую женщину. За подвиг молодой человек удостоен награды «Горячее сердце». В Волгограде состоится турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Елены Слесаренко. Участие в соревнованиях примет 21 команда из Южного и Приволжского федеральных округов. Подробности на портале МТВ.онлайн. Волгоградцы становятся жертвами клещей. Здесь с начала теплого сезона 238 человек обратились в больницы из-за укусов кровососущих. Насколько ситуация критична? Читайте на МТВ.онлайн. Читайте также. В чем, по мнению эпатажного певца Сергея Шнурова, заключаются плюсы отказа Запада от российской культуры? Какой теме будет посвящен традиционный фестиваль искусств? Извините, вы не видели Лосева? Какой приговор вынесли матери Прохора Шаляпина? А также, чем закончилась трогательная история косули, заблудившейся в Михайловке? Об этом и не только. Читайте на сайте МТВ.онлайн. Волгоградской области продолжаются мероприятия по сохранению и пополнению популяции осетровых. Рыбоводы Волгоградского осетрового завода приступили к забору икры у рыб-производителей. Ежегодно специалисты выпускают в водоемы около 2 миллионов единиц молоди. Однако только в 2021 предприятие перевыполнило план на 150% и выпустило более 3 миллионов мальков. Об отборе подходящей стерляди, инкубации икры и колыбели для нее, а также планах завода, расскажет Дарья Коломыченко. Вот оно, сердце единственного в Волгоградской области осетрового завода. Именно здесь, на левом берегу Волги, в поселке Рыбоводном выращивают молоть стерляди. Процесс инкубации непростой и требует особой подготовки. Сегодня в бассейнах Казанского около 200 самок стерляди многим от 6 до 8 лет. Это именно тот период, когда специалисты уже могут определить пол рыбы и ее зрелость. Это зрелые особи, которые мы определяем методом УЗИ, что у них уже зрелая икра, это отбирают рыбоводы и на основании этого она переправляется к нам, именно здесь, на левом берегу. В бассейнах молодая рыба и взрослые особи, которые нерестились раньше, чтобы максимально адаптировать условия их пребывания здесь к естественным, большое внимание уделяют качеству воды. Ее обеззараживают и доводят до нужной температуры, строго 14 градусов. На первом этапе специалисты отбирают самок, готовых к оплодотворению. Здесь должна выходить икра. Мобильная струя. И это как раз от нее зависит и наши дальнейшие действия. Если у них хорошо течет икра, то мы уже положим самку на стол и получаем половые продукты, то есть черный путь. Когда самки отобраны, собирают семя самцов и в лабораторию. Здесь его проверяют на больность. Плохих образцов быть не должно. От этого может пострадать качество всей будущей молоди. Так она неподвижна, но когда мы добавляем воду к ней, то сперма активируется. И мы уже смотрим, насколько она пригодна для дальнейшего воспроизводства. И вот он тот самый ответственный момент, так называемая дойка стерляди. У рыбы предупреждают специалисты непростые каналы. Сцедить ее на раз-два не получится. Здесь нужны и аккуратность, и годы практики. Только зная все нюансы строения организма, мини-операция вреда рыбе-производителю не принесет. Извлекают икру крайне осторожно. В помощь рыбоводам скальпель и пинцеты. А дальше руками. Раньше, когда не было такого метода, просто рыбу забивали, брали на икру и такие же манипуляции проводили по благотворению. И сейчас с целью сохранения популяции был разработан именно такой метод, метод для занятий. Рыба-производитель не просто остается живой, но уже через 2-3 года, после реабилитационного периода, вновь готова отдать икру. А пока, сразу после процедуры, обязательный укол с антибиотиком и витаминами. В комплексе с подкормкой это поможет стирляде восстановиться быстрее. Икру рыбоводы сразу же оплодотворяют. При добавлении спермы в воду происходит активация, то есть они начинают двигаться. И заходя в обувь, происходит оплодотворение. Для закрепления результата процесс оплодотворения икры специалисты проводят от 2 до 3 раз. И следующую неделю она проведет вот в таком аппарате осетр. Он своеобразная колыбель для оплодотворенной икры. Искусственное воспроизведение речного течения позволяет избежать застоя в развитии. Движение мы создаем для того, чтобы, когда мы ее выливаем, чтобы она не склеилась и там камень не образовалась. Ну, только чтобы оплодотворение шло. Затем специалисты собирают личинки, которые рассаживают по бассейнам. В таких осетровых яслях они проведут еще 5 дней до полного перехода на активное питание. Следующий пункт назначения – подготовленные пруды. А уже потом, когда мини-стерлить достигнет 5-7 сантиметров в длину, ее выпустят в большую воду. Весь процесс займет примерно 45 дней. Опыт работы Волгоградского осетрового завода успешен. После выпуска Волгу большая часть молодняка успешно адаптируется и дает жизнестойкое потомство. Обладая хорошей генетической памятью на нерест, стерлить возвращается домой. Это также позволяет сохранить популяцию осетровых. У нас имеется госзадание для выпуска молодняка. Мы выпускаем в этом году, у нас стоит около 2 миллионов выпуск молодняк. Уже 2-3 граммовый молодняк. В прошлом году мы перевыполнили государственное задание на 1 миллион 100. В этом году, ну, по предварительным результатам, уже тоже идем на рекорд перевыполнения. Сегодня на осетровом заводе более 6 тысяч рыб производителей, которые в свою очередь создают многотысячные армии молодняка. Производительность планируют увеличить до 4,5 миллионов мальков в год после модернизации. Завод включен в план реконструкции Росрыболовства. Ежегодно водоемы Волгоградской области, помимо осетровых, выпускают также молоть сазана, белого амура, толстолобика и других пород рыб. Реализуются и другие проекты в рамках мероприятий по оздоровлению Волги и рек Донского бассейна. В том числе проводят масштабную работу по обводнению Волга-Ахтубинской поймы. Дарья Коломыченко, Дмитрий Макаров. Время новостей. Куда пойти учиться выпускникам 9-х и 11-х классов? В Волгоградском строительном техникуме прошла профориентационная сессия «Мы строим твое будущее вместе». Она стала для учащихся своеобразным днем открытых дверей. Ребята на практике ознакомились с профессиями и специальностями, которые востребованы на рынке труда. Более 200 школьников, 10 площадок с разными направлениями. Мастер-классы, круглый стол, встречи с работодателями и руководителями профильных вузов, в которые выпускники строительного техникума могут попасть без сдачи ЕГЭ. Общая цель нас объединяет, чтобы ребята определились со своим будущим и чтобы этот выбор был осознанным, верным. Мы, конечно, будем обсуждать, как нам не только ориентировать ребят на будущую профессию, но и будут вопросы воспитания, патриотического воспитания нашего молодого поколения. Члены военно-патриотического отряда «Строитель» ежегодно представляют Волгоградский строительный техникум и ДОСАА в России по Волгоградской области на параде Победы 9 мая. В учебном заведении студентам предоставляют возможность на практике узнать о будущей профессии, чтобы окончить обучение не просто с дипломом, а с практическими умениями и знаниями. За время обучения у нас было очень много практики, на которых я приобрел довольно большое количество навыков, которые мне пригодятся в будущем при работе в пожарных частях, также при трудоустройстве. У меня уже будет опыт, и в саму пожарную часть я приду не с пустыми руками. Ежегодно от 20 до 40 выпускников средней школы номер 54 продолжают обучение в Волгоградском строительном техникуме. Мы просто в восторге от той работы, от того профессионализма, от тех качественных занятий, которые предварительно проводят с нашими детьми, с той агитации профессиональной. Поэтому только положительные отзывы именно о работе, администрации, о работе всего педагогического коллектива. Все ребята остались довольны полученными знаниями. По их словам, это ощутимо поможет им при выборе будущей востребованной специальности. Регина Федина, Дмитрий Макаров. Время новостей. А сейчас краткий обзор погоды на предстоящие выходные. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде переменная облачность. Вероятен небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 9-14 метров в секунду. В ночное время суток температура опустится до плюс 9 градусов. Днем потеплеет до плюс 19. 22 киноплощадки и более 30 российских картин. Сегодня в Волгоградской области стартовал масштабный фестиваль фильмов о войне «Сталинградская сирень». Зрители смогут увидеть и современные, давно полюбившиеся картины о Великой Отечественной войне. Также в программе встречи с известными артистами советского и российского кино. На торжественной церемонии открытия побывала наша съемочная группа. «Сталинградская сирень» в девятый раз расцвела в Волгоградской области. Торжественная церемония открытия фестиваля фильмов о войне прошла на площадке перед музеем-панорамой «Сталинградская битва». На красной дорожке выдающиеся деятели отечественного кинематографа, актеры театра и кино, продюсеры, сценаристы и режиссеры. «Военное кино просто требует, наверное, более дополнительной работы с материалом, с первоисточником, для того, чтобы в тебе это уже было, и в течение всей картины ты был замотивирован, ты держал это состояние. На войне была и любовь, и искусство. И если бы люди не мечтали и не жили о мирной жизни, навряд ли бы они смогли так воевать и так сражаться». В течение трех дней зрители увидят на больших экранах российские художественные документальные фильмы, новинки кинематографа и картины, на которых выросло не одно поколение нашей страны. Мероприятия фестиваля проводятся не только в областной столице, но и в муниципальных районах, городских округах Волгоградской области. Артисты проведут творческие встречи и мастер-классы. «Это тот самый исторический момент, когда необходимо вернуть фильмы, которые зритель не видел. Актеры живы, режиссеры живы. И вот они поедут по области и вместе с собой привезут фильмы. Что они пойдут смотреть? Пойдут». Более 30 художественных и документальных фильмов на 22 киноплощадках региона. Зрителям представят и современные произведения о Великой Отечественной войне, «Летчик», «Учености плоды», «Сердце солдата», «Холодное золото» и ретроспективные ленты производства СССР. «Благодаря фестивалю, благодаря тем именитым гостям, которые приезжают к нам в Волгоград, мы доносим до молодежи как раз те ценности, ценности человеческих взаимоотношений, сложности военного времени и проявления именно человеческой природы, именно проявления русской души как раз в то самое тревожное время Великой Отечественной войны через кинематограф». Мы тем самым сохраняем свою память, мы тем самым доносим до молодежи, как оно было на самом деле. Проект «Сталинградская сирень» в Волгоградской области реализуется с 2013 года. За это время регион посетили уже более 130 деятелей отечественного и зарубежного кинематографа. Светлана Ларикова, Илья Власенко, Виктор Хиврин, Глеб Волков. Время новостей. Совместить приятное с полезным. Сегодня в Волгограде состоялся арт-субботник «Тебе и мне нужна земля». Это мероприятие – часть проекта Волгоградской областной детской художественной галереи. Волонтеры региональной молодежной общественной организации «Достижения молодых» убрали мусор на территорию дома по улице Советской, 28. После этого они отправились на пленэр у музея заповедника «Сталинградская битва». Там яркими красками пастели ребята запечатлели красоту матушки Волги. Подробности у Инны Емельяновой. Молочисленной и отважной группой волонтеры региональной молодежно-общественной организации «Достижения молодых», вооружившись перчатками и пакетами, вышли на борьбу с мусором. Запровольно выходим на субботники, выходим мы регулярно, в месяц несколько раз. Мы делаем это в первую очередь для людей и также для себя, чтобы улицы освоились чистыми. Все мы люди, гражданины России. Наша обязанность – это поддерживать экологию, убирать мусор. Мне кажется, не все люди об этом задумываются и мусорят, и дело наше – убрать за ними. Это на самом деле хорошо помогает экологии. Добровольцы проделали большую работу. Территорию очистили от бытового мусора, листвы, сухой травы, поросли, собрали мусор. У нас есть свой волонтерский отряд. Мы ежегодно, ежемесячно проводим различные экологические акции, добровольческие акции. Убирали берега реки, убирали также во дворах парки различные. И также мы реализуем социальные проекты, направленные на экологию добровольчества. Арт-субботник «Тебе и мне нужна земля» прошел в рамках акции «Экохудожник» Волгоградской областной детской художественной галереи. В прошлом году учреждение стало победителем 16-го конкурса социальных и культурных проектов и получило грант на создание условий для формирования экологической культуры у детей, подростков и молодежи Волгограда. Большинство молодых людей не очень хорошо знакомы с позитивными технологиями экоиндустрии. В рамках этого проекта мы решили рассказать о этих позитивных технологиях, например, что нужно сортировать мусор. В следующем году хотели бы продолжать подобные мастер-классы, связанные с экологией, и проводить вот такие арт-субботники. На грантовые средства для художественной галереи приобрели мольберты, планшеты и масляные краски. С их помощью участники проекта «Экохудожник» регулярно устраивают пленеры. В результате «Эко-субботника» ребята изобразили на холстах одну из главных визитных карточек нашего города – Волгу. Мне очень нравится идея совмещения субботника и творческого досуга, потому что молодежь приучается не только к порядку, к уборке, но и к творчеству. Я свой рисунок почти закончила, подарю его маме. Настроение прекрасное. Идея, как я считаю, замечательная, поскольку молодежь может получить и как культурный досуг, так и развивать себя в направлении именно социальном, а волонтерском. Это, прежде всего, очень важно, поскольку экологическая проблема во всем мире стоит превыше всего. В рамках экологического проекта, помимо арт-субботников, состоялись интерактивные лекции и эко-конкурсы. Мероприятия уже прошли в гимназии номер 5 Ворошиловского района и средней школе номер 43 Держинского района. Учащиеся прослушали лекцию, как все взаимосвязано в природе, провели уборку на пришкольных территориях, а с помощью кистей и красок отобразили результаты своего труда. Все рисунки, экологические плакаты и аппликации участников проекта «Экохудожник» станут частью выставки детских рисунков «Тебе и мне нужна земля». Она откроется 1 июня, в День защиты детей. В этот же день подведут итоги экологического проекта. Инна Емельянова, Александр Шишин, Время новостей. В царицинской опере премьера Михаил Панджавидзе представит волгоградцам свое видение легендарных сказок Гоффмана, французского композитора Жака Афенбаха. Постановочная группа создает на сцене иррациональную реальность, в которую вместе с главным героем, поэтом Гоффманом, предлагают погрузиться и зрителям. Анна Рябова расскажет, как на сцене Волгоградского театра рождается фантастическая история. Ребят, только не стойте в одном месяце распределитесь. Барная стойка и бутыли в человеческий рост. Сцена царицинской оперы на этот раз превратилась в пятийное заведение. Здесь, в парах алкоголя, у поэта Гоффмана рождаются галлюцинации, трагичные истории любви, которые он рассказывает случайным собеседникам. В основе сюжета три новеллы немецкого писателя-романиста Эрнста Теодора Амадея Гоффмана, объединенные повествованием главного героя, самого сказочника. В сказке Гоффмана французского композитора Жака Афенбаха одна из самых популярных, но сложных мировых опер, считает режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе. Появление этого спектакля в репертуаре царицинской оперы говорит о хороших творческих силах театра. У нас один певец исполняет четыре партии, так как написано это было у Афенбаха. Понимаете, это труднейший вариант, когда певица должна пройти диапазон от почти мецо-сопрано до супер-колоратуры. Завершена работа и в пошивочном цехе. Сшиты десятки костюмов и шляп в разных стилях. Так, чтобы перенести зрителей в мир гениального создателя механических игрушек, художники использовали стилистику фантастического стимпанка. Мы ее обыгрываем под сегодняшний день. Обилие пряжек, ремней, какие-то металлические, причем стараемся медные использовать. Непростая задача стояла и перед постежерами. Мастера использовали непривычные в изготовлении париков материалы – ригелин, фатин и органзу. Сказки Гоффмана вообще странное произведение, очень. Вот. И режиссер поставил изначально задачу, что все, что мы видим, это видение через призму бутылки, то есть искажение. Почему такие высокие цилиндры, которые троятся, как у нас троится в глазах, гипертрофированные плечи. И поэтому отсюда и родились образы. Сказки Гоффмана будут интересны тем, кому не безразлично происходящее в реальной жизни. Ведь главный герой спектакля – опьяненный любовью и пьяный вином поэт – пример того, как легко загубить свой талант на дне бутылки. Анна Рябова, Глеб Волков. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делиться собственным мнением в комментариях. С полной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online. Таким был этот день. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи в эфире.